И новые подробности в расследовании убийства Эдуарда Аксельрода. Напомню, его расстреляли в Харькове в ночь субботы на воскресенье. Задержать убийцу по горячим следам не удалось, но зацепки у полиции все же есть. Какие знает Светлана Шакера. Эдуарда Аксельрода убили во дворе его дома. По автомобилю выпустили две автоматные очереди. К приезду правоохранителей мужчина был уже мертв. Машина закрыта изнутри, двигатель работал. Убийство совершил один человек, но мы предполагаем, что есть и другая людина, которая давала помощь убийству, находилась неподалеку на транспортном засобе и обеспечила отступ от злочинца. Зброя не найдена. Сегодня в полиции официально подтвердили убитый 45-летний Эдуард Аксельрод. Родился в Барнауле, но уже долго жил в Харькове. Имел украинское гражданство. А вот относительно того, был ли покойный криминальным авторитетом по кличке Эдди Клёпа, в полиции говорят только, что в Украине у Аксельрода судимости нет. Мы понимаем, что он планировал заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому налагоджировал предпринимательские связки на территории города Харькова для подальше предпринимательской деятельности. Клёв, с которыми он общался, нам известны. Исходя из этих данных, у полиции есть три основные версии убийства. По-перше, это умисное убийство выполнено с кола оточнения потерпелого, с корысловых мотивов, помсти, або любые особенные неприязные отношения. Другую версию следствия рассматривает у нас, как умисное убийство выполнено через борговые обязанности. Ну и третья версия, которая рассматривает следствие, это членное убийство с метою перераспадения сфер вплива криминального средства города Харькова. Проверяют следователи и еще одну версию. Накануне бывший нардеп Виктор Уколов на своей странице в Фейсбуке написал, что Аксельрод был причастен к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве. Эту связь в комментариях подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. По его данным, Аксельрод был связующим звеном между заказчиком убийства Владимиром Тюриным и руководителем группы исполнителей Юрием Василенко.